В течение всего лета двери колледжа Московия будут открыты. Здесь работает приемная комиссия. Представленные специальности не только интересны, но и востребованы. Поэтому попасть сюда стремятся ребята со всего Ленинского района. И только около 150 человек станут студентами. Но желающих гораздо больше. 15-20 абитуриентов ежедневно приносят свои документы. И всех здесь встречают с улыбкой. Здравствуйте. На какую специальность вы к нам хотите поступить? На правой социальной обеспечения. Правая организация социального обеспечения. Скажем так, юриста, да? Хотите стать юристом. Пожалуйста, заполняйте заявление. Как раз таки она у тебя не имеется. Помимо заявления и анкеты необходимо предоставить стандартный для всех образовательных учреждений пакет. Это ксерокопия персональных документов, справка о состоянии здоровья и 6 фотографий 3х4. Далее все зависит от уровня подготовки абитуриента и желания поступить. Я хочу поступить на сервис на транспорте, так как у меня друзья учатся здесь, посоветовали. Почитал много отзывов в интернете об этом колледже. Есть перспектива. Если учиться хорошо, я вот еще планирую пойти на стипендию. А если по программе «Приток» пройти обучение, то вообще можно трудоустроиться без проблем после учебы. Помимо профессии привлекает еще и будущее трудоустройство. Около 80% выпускников находят работу по специальности. А некоторые уже во время обучения имеют возможность подработать. Елизавета Жданова считает, что человек должен всегда стараться реализовать себя. Сейчас девочка учится только на третьем курсе, но уже работает секретарем учебной части. Она и рассказала об условиях обучения. Что касаемо бюджета, мы набираем в этом году на базе 9 классов такие специальности, как поварское и кондитерское дело, также техническое обслуживание и ремонт двигателей, системы агрегатов автомобилей и сервис на транспорте. Обучение на бюджетной основе напрямую зависит от оценок в школьном аттестате. Для каждой специальности установлен свой проходной балл. Ну а тем, кто до него не дотягивает, предлагают обучение на коммерческой основе. Тем более, что список платных направлений расширяется. В следующем учебном году мы планируем открыть новые направления. Например, такое направление, как технологии машиностроения. Данная специальность востребована в регионе. Мы планируем трудоустраивать ребят по данному направлению на те предприятия, которые имеются у нас в районе. Приемная комиссия продолжит свою работу до 14 августа. По будням с 9 утра до 6 вечера. После чего всех ожидают вступительные испытания. Алексей Мельников, Николай Карбанов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова